Авангард Акбарс У нас были два звена идеальных, что могли решить и решали. Я начну неожиданно. Игорь Федорович Летов очень любил футбол. Правда, до стадиона «Красная звезда», где тогда играл Иртыш, а это три километра от его дома, так и не добрался. До Искакаевини Блинова чуть подальше, километров пять, и я, будучи в гостях, у Летова подбрасывал ему пару раз идею прогуляться на хоккей через парк. И он даже загорался этой идеей, но в итоге так не срослось. Но сейчас, спустя 20 лет, песни Егора Летова неожиданно легли на омский хоккей, как саундтрек. Понятно, они глубже того, что сейчас все мы переживаем. Они лишь в хоккейном сиюминутном преломлении отблеск, скольжение по поверхности. Но, как точно, иногда эти слова и эта музыка попадают в цель. Сегодня будем смотреть хоккей и слушать Егора Летова. Это очень по-омски. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это авангарда суперволевая. 3-2 на исходе второй минуты овертайма. И 3-2 в серии, друзья. Ну и посмотрите, на кварталь на Велицане. Понятно, кто нас убивал, а мы не погибали. И это делало нас сильнее в матче номер 5. Но кроме борьбы с судьями, в этой игре был хоккей. Были шахматы на льду, была тренерская хитринка. И Хартли квартального в конечном счете перехитрил. Состав авангарда по именам был вроде бы тот, что играл в предыдущем матче, домашнем, Балашихинском. Плюс стайс добавился, 13-м нападающим. Тот, да не тот по сочетанию. Большую часть игры силовой и мощный Костин выходил с Зерновым и Ковальчуком. Смотрите, даже в первом периоде, в том моменте, когда Чистяков открыл счет, эти трое находятся вместе на льду. Костин вместо Толчинского это добавило мощи атакующему звену и надежности в обороне. Где Толчинский? В тройке с Дедуновым и Семеновым. Тут, опять же, Паша дает объем оборонительной работы и развязывает руки двум легким форвардам в атаке. А где Чинахов? Чинахова подняли к легионерам, и именно звено Чинахов на Эдбуше организовало победный гол в овертайме. Сыгранная опытная легионерская связка, плюс молодой русский снайпер. Оба крайних, между прочим, очень бегущие. Четвертое звено, Потапов, Сась Каблуков, Чистые Разрушители, заявленный на матч Хохлачев, так на лед не вышел, не сыграл ни одной минуты, ни одной секунды. Кажется, то, что Ковальчук вспыхнул и сделал в этой игре 1 плюс 1, как раз и было обусловлено изменениями в его звене. Раньше Илья вел игру, как диспетчер с края, распасовывая Зернову и Толщинскому. Сейчас без толчи он снова классический левый край, не заряженный на бросок и прорыв, а не на пас. Время кружев и распасовок в серии с Казани ушло. Надо все делать проще и надежнее. 3-2 в матче, 3-2 в серии. И все-таки чуть-чуть еще поговорим про судейство, ибо оно на протяжении пяти первых матчей серии вызывало вопросы, а в пятом матче вообще было достойно гневной тирады. Эдуард Адольфович Свинцинский, судья всесоюзной и всероссийской категории, рассказал мне, как выходил на свой первый московский матч в чемпионате тогда еще Советского Союза. Громадные лужники, говорит, настроя арбитров, мы готовимся к выходу. Открывается шторка, в глаза свет с площадки, а в уши рев с трибун 12 тысяч рут. В ложе Леонид Ильич Брежнев, и коленки у нас у троих трясутся. Впрочем, я говорил со Свинцинским не про прошлое, а про настоящее. Спорные судейские моменты пятого матча. Есть ли у вас какое-то представление профессиональное о том, что это было? Во-первых, оценивать судейство матча я, в принципе, даже по этическим соображениям не имею права. Но в целом хочу сказать, что психологически такие матчи судить очень сложно. Очень сложно. Тем более, когда при наличии каких-то административных давлений со стороны руководства, и КХЛ, и клубов, очень тяжело проводить такие матчи. Тогда я по-другому задам вопрос. Вот смотрите, сейчас развивается видеотехника, развивается телевидение. Мы видим каждый фрагмент матча под микроскопом в повторе. Вот может быть, наряду с теми видеомоментами, которые есть сейчас, видеозапросами, на положении вне игры, на площадь ворот, ввести такой челлендж, может быть, тренерский, один или два раза за игру можно подать запрос на удаление, чтобы рассмотрели во всех ракурсах. Вполне возможно, что когда-то к этому тоже придут, потому что иногда очень сложно даже в видеопросмотре, когда мы вот, бывает, просматриваем видео. Положение судей, допустим, к моменту одно, а видеокамеры, они установлены по всей площадке. И это просто, поэтому не зря. У судей сейчас многие видят, что камеры установлены на шлемах. Это делается не для того, чтобы как бы оправдаться, а для того, чтобы анализировать ошибки, которые проходят во время игры. Самое главное, вы сказали, что нужно анализировать ошибки, допущенные в ходе игры, но их надо иметь возможность исправлять в ходе игры. Согласны? Вот видеопросмотры возможные, да, спорных моментов с удалениями, помогут это сделать. И снимут груз души сути. Да, вполне возможно, что к этому тоже придут, что будут определять грубость. Особенно, когда грубость с травмами, тяжелыми травмами игроков. Бывает так, что игрок получает штраф большой с удалением до конца игры за прием. А в итоге, оказывается, через несколько минут этот же игрок... Выходит на лед. Выходит на лед спокойно. Такие случаи для судей бесследно не проходят. Матч номер 6, и никаких вопросов по судейству вообще. Может быть, потому что Рене Фазель оказался на трибуне. Может, еще почему. Судили нас комфортно, и надо было просто сыграть свой хоккей. А играем в хоккей, мы лучше Казани. Я на этом настаиваю. До финала, казалось, оставалось рукой подать. Но внезапно кончились патроны. Как пел соратник Летова, Черный Лукич. Трудно пить свободу из пустой бутылки. Трудно есть свободу из пустой тарелки. Трудно воевать. Кончились патроны, кончились патроны. Трудно воевать. Кончились патроны, кончились патроны. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok После игры каждый болельщик был опустошен, эмоции вышли также у игроков, очень много было эмоций, они выплеснули, чтобы их восстановить нужно время. Когда вышли на игру номер 6, мы бежали, мы толкались, мы не проиграли ни в физической борьбе, ни в чем. Но вот эмоции куража мы не успели восстановить и ждали ошибки. Кто первый ошибился, ошиблись мы, проиграли 0-2. Я думаю, что в седьмом матче мы опять накопим этот заряд, даже не энергии, а вот этот эмоциональный фон, чтобы был. Что касается удалений, ситуация с судейством выровнялась, на твой взгляд? Посмотрим, но вы же понимаете, что мы с вами не можем это не изменить, мы можем только эмоции не принять. Да, ребята, хорошо, ребята так отреагировали, вытащили эту игру. И даже, наверное, те эксперты, которые очень часто выступают, их почему-то не было в эфире. Потому что, наверное, сказать было нечего, либо не могут. Я думаю, наверное, дома все равно ты играешь немного с позиции такой силы, да. То есть тебя доставляет твои стены атаковать, играть не то, что первым номером, но больше, наверное, с шайбой быть. И все те моменты, наверное, игры по статистике взять, а те команды, которые выиграли броски, не блокированные броски за игру, они выиграли матч. И причем разница не там в один-два блокированные броска, а прям ровно там чуть ли не в 50%, что и вчера было. Если не ошибаюсь, сказать, там за 30 блокированные, у нас там было около 20. И я очень надеюсь, что в седьмом матче мы сделаем то, что должны сделать. Какие голы мы забили? Когда есть игрок под воротами, шайба доходит до ворот. И показательный момент, наверное, что Воронков нам забил, что Зернов, когда взял на себя ответственность, именно протащить, обыграть и доставить шайбу до ворот. И в шестой игре, вот мы, наверное, можем сейчас взять каждую смену. Входили в зону, наталкивались на некий барьер, теряли шайбу, опять бежали ее подбирать, начинать атаки. Но разрушать всегда легче, чем созидать. Твое видение, как сложится игра номер 7 и как нужно играть игру номер 7? И у кого больше шансов? Ну, шансы 50 на 50, в принципе, я думаю, здесь уже, а как сложится. Я думаю, обе команды начнут, задание будет первое. Я думаю, что первые там 10, может быть, первые 20 минут не пропустить. Потому что цена первого гола будет очень высока. Она фокальная, да. И, опять же, цена удаления. А удаления у нас просто ненужные порой, неоправданные. Их нужно убирать. Сильно не хватает Емелина? Да, я думаю, даже психологически больше. Потому что если... Здесь, знаете, в чем момент? Вот вышел вместо Емелина, по-моему, Гончаров, да, и Соловьев потом. Пока ты не играешь 10-15 матчей, очень тяжело войти и сразу в плотный. И вот в ритм этот. Здесь даже с точки зрения игровой, кто бы не заменил выбывшего игрока, очень тяжело сразу войти и поймать. Ну и, конечно, все равно атмосфера в раздевалке. И, наверное, это вот... Ну, такой друг-товарищ заболел и на ровном месте. Он такой, наверное, эмоционально больше, в плане, выбил немного. Квартальнов неожиданно снял с игры практически всех легионеров, кроме Кормье, и выпустил молодежь голодную до игры. Вот это и дало им ту самую необходимую дозу свежести, которая и помогла быть чуть-чуть быстрее вангарда. Ну, думаю, да, потому что статистика, я ищу прямо, иностранцы ноль голов в серии, имея при этом большинство, и, наверное, очень много игрового времени. Ребята вышли, в принципе, Дыняк, да, кто там вышел еще... Сафонов был, да, Фисенко, наверное, да, очень много играл. Как раз, кстати, такие боевитые духом ребята, которые, в принципе, наверное, заточены выполнять систему от и до. Главное, они свежие. В этой связи можно ли ожидать каких-то сюрпризов по составу от авангарда в седьмом матче? Ну, Грицук, например. Либо это вряд ли? Я думаю, 100%. Нет, если каких-то форс-мажоров, не дай бог, там травмы какие-то, болячки. То есть будем играть, заканчивать эту серию той же обойме? Ну, конечно, я думаю, да. Я думаю, и эту серию, и, даст бог, следующую серию примерно, там, как и мельница будет чувствовать, но это те ребята, которые уже, так сказать, в обойме игровой. Ну что, ждем победы. Этот сюжет выйдет в четверг за несколько часов, за пару часов до матча с Акбарсом. Будем верить, что седьмой матч подарит нам сам знаешь что. Да, надеемся, и потом о ЦСКА поговорим. Спасибо. ЦСКА ждет соперника в финале. Игорь Никитин и Равиль Якубов ждут. А ровно 20 лет назад, в апреле 2001-го, они оба играли в плей-офф за авангард и дошли до финала. Давайте вспомним те славные времена и обсудим с еще одним участником событий, Егором Евгеньевичем Шастиным. После победы в четвертьфинале в тяжелейшей пятиматчевой серии над Тольяттинской ладой, авангард явно не выглядел фаворитом в противостоянии с мощным локомотивом. Тем более, что ранее у ярославцев в играх на вылет мы ни разу не выигрывали. Итак, первая игра полуфинала в Омске 20 марта. В СКК полным-полна коробочка, и народ поднимает на ноги голу Шаргородского уже в самом дебюте матча на третьей минуте. Эта шайба остается единственной в игре. Начинаем с Сириус футбольного счета 1-0 в свою пользу. Ярославцы не приходят на послематчу пресс-конференцию, а на следующий день, 20 марта, все решается в Сирии буллитов. Нашим откровенно не повезло. Шайба рикошетила от штанг и вылетала из створа. Запомнилось, что последним у наших выехал обид-защитник Дмитрий Рябыкин и 3-4 поболитов в матче 1-1 в Сирии. 23 марта. Сирия переезжает в Ярославль, и Лока выходит к третьей игре противостояния. На пик своей физической формы Омска просто нет шансов 2-5. 24 марта. Утром накануне игры, которая могла стать для авангарда последней, в сезоне, гуляю с Александром Вьюхиным по узким ярославским улочкам и удивляюсь его спокойствию. Это спокойствие вечером конвертируется в сухой матч. Благодаря суперголу Кольцова и трудовому голу Светова побеждаем 2-0. Когда летели из Ярославля обратно в Омск, ни у кого не было сомнения. Дожмем волжан. И дожали. 26 марта в последнем пятом матче серии 5-0. Разгром. А мячи в финале. Как долго мы это рождали. Омск видит. Главное событие сегодняшнего дня в прямом эфире. И мы поздравляем друг друга. 29 марта. Впервые в истории авангарда играет в финале претендуя на золото. И в первом же матче нам дают понять. Золото выиграть не дадут. Вызывающий скандальный арбитраж Вайсфельда. Дважды остаемся втроем против пятерых хозяев. Проигрываем 2-5. 30 марта. У авангарда инициатива, но усталость, накопленная после двух подряд выигранных пяти матчевых серий, в предыдущих раундах сказывается. Ведя по ходу игры 2-1, проигрываем в концовке 3-4. 1 апреля. Серия переезжает в Омске. Авангард выдает на гора настоящий атомный хоккей в двух матчах подряд. СКК кажется адом для магнитогорцев. Победа Ястребов 5-3. Три из пяти шайб забрасывает Сушинский. Последнюю в пустые он забивал уже со сломанной ногой. Головацкий вывел Су-33 из троя грязным приемом. И это была ключевая потеря в снесении. 2 апреля. Вместо Сушинского сначала Горбушин, а потом Свитов играют на правом краю атаки. В отсутствие лидера игру берет на себя молодежь. Свитов забивает, Попов делает дубль, Кольцов отдают, три голевых паса, мы побеждаем 6-5. Сравниваем счет в серии, но на большее просто не хватило сил. Поражение 2-5 в Магнитогорске 4 апреля, а 6-го в Омске все хватаются за голову, когда к 25-й минуте уже проигрываем 0-2. Этого задела Магнитогорским хватило для победы в матче 3-1 и в серии 4-2. У нас классная команда, у нас классные ребята, у нас классные исполнители. И у Магнитной свойствием мы предложили им свойствием, поэтому мы играли в снесении. Я считаю, что сегодня нам немножко не повезло. По уровню исполнителей, по уровню мастерства, ну, Магнитка по уровню, не просто по уровню, а так, я считаю, мы не уступаем. Серебро в Омске праздновали как золото и имели на это, пожалуй, все основания. До апреля 2004-го оставалось 3 года. Не сказал бы, что они прям были фавориты. У нас было таких два звена идеальных, что могли решить и решали на тот момент и в сезоне флофик. Все моменты 3-4, но более сдерживающие как бы было. То есть у нас равная была команда. Было по силам. Может, где-то немножко не хватило. Может, где-то опыт сыграл в сторону Магнитоковской. Все-таки они на тот момент как бы доминировали и в России, и в Европе. То есть там была сумасшедшая команда. Смотри, я попробую предположить, за счет чего мы все-таки уступили тогда Магнитке. Я пересматривал сюжет свой, который сделал 20 лет назад, и я не узнал Вьюхина. Вьюхин похудел килограммов на 15-20 за время плей-офф. У меня такое ощущение, что в предыдущей стадии и Лада, и Ярик, они вытащили из команды все силы. И к финалу Авангард вышел уже, как говорится, на выдохе. Было такое ощущение, что из последних сил играем? Ну, тяжело было, потому что, да, мы, наверное, единственная команда, которая до финала шла и использовала все пять матчей. В то время играли до трех побед, и мы везде вытягивали. И в серии с Ярославлем проиграли 1-2 в серии, на выезде взяли победу. По-моему, 2-0 выиграли, точно не помню. И решающую руку дома победили. Может, и это сказалось. Ну, сейчас что об этом говорить? Как говорится, все в равных условиях были. То есть мы немножко больше сыграли, и мы уже где-то не восстановились. Но это не оправдание. Все было в наших руках. Если я правильно помню, могу ошибаться, но, по-моему, ты забросил последнюю шайбу в той серии, в том сезоне. Да, все верно. Как это было? Вторая минута третьего периода идет. Шахрайчук. Бросок по воротам. Гол! Ну вот и влетела шайба в ворота Игоря Карпенко. Таким образом интрига в матче обостряется. На исходе второй минуты дальний бросок защитника Игоря Никитина достиг цели. И разница в счете сократилась до минимума. Один-два. Это было сбрасывание в чужой зоне. Осталось, я точно не помню, минуты три, наверное, до конца или две. Выиграли сбрасывание. Игорь Никитин, конечно, сейчас СССР. Я бросил поворотом, я пытался продраться на пятак. Не пускали, но тем не менее среагировал, подставил клюшку по шайбу. И забили. Мы один голый, у нас появился шанс. Сняли вратаря и, ну, к сожалению, пропустили контратаку. Пропустили и один-три закончили. Глядя на сегодняшний хоккей, тебе какой хоккей больше нравится? Вот тот, который был тогда романтический, кружевной, улиточный, как сейчас принято говорить, но медленный. Относительно. Либо сегодняшний, стремительный, но достаточно прямолинейный. Знаете, трудно ответить. Есть и большие плюсы, и красота, да. В прошлом, как играли, более техничный, и больший в пас. Но есть и свои плюсы, и агрессия, и динамика в нынешнем. То есть, и тот, и тот был интересен. Так что здесь я не могу сказать, какой лучше, какой куже, какой интереснее, интереснее для меня. Как бы и там, и там интересно. Какими глазами смотришь на молодых? Ты сейчас работаешь с молодыми, и вот Чистяков себя проявил, Чинахов себя проявляет. Вспоминаешь Саню Свитова и себя самого в те годы, 20 лет назад? Ну, конечно, когда встречаемся, вспоминаем, это хорошие были времена, веселые, насыщенные такие. Сейчас, конечно, очень рады за ребят, что попали в первую команду, закрепились, что им доверяют и в ПВО, и, как видите, не зря. Ребята берут на себя, то есть окрепли уже, дают результат, что Чинахов взрывает. Сейчас вот поздравляем Семена с первой шайбой, молодец. Здорово и нужно, нужный момент забил. Ну, ребята молодцы, будем дальше работать, чтобы побольше наших воспитанников. Чего хочешь пожелать «Авангарду» в решающий отрезок сезона? Самое главное терпение, удача, ну, взять кубок, наконец, давно ждем, все в наших силах, так что удачи, ребята. Ну, самое главное терпение. Какие-то вещи, я так понимаю, нужно просто перетерпеть? Да. Не отвечать? Чтобы не было потом вопросов по судейству, по сопернику, грязь, не грязь, надо потерпеть. Я не буду много говорить в концовке программы, все все понимают, в четверг, 15 апреля, главный матч сезона. Есть тревога, есть надежда. Мы будем надеяться на то, что наши птицы поднимутся на победную высоту. А это значит, овертайм продолжается. Все годы и века, эпохи подряд, все стремится к теплу, к морозам и вьюх. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие, вот под крыльями кончится лед. И найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось? Что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает сиянье в сыне. Тишина, тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за бессмолвие Обязательно будет звук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова